Добрый день, это Вечерняя Москва. С вами я, Татьяна Сергеева. Это еженедельная рубрика «Перекличка столиц», где мы совершаем кругосветное путешествие и отвечаем на самые интересные вопросы, которые, наверное, скорее всего вас интересуют. Сегодня мы посетим Швецию, Италию, Израиль, Австралию и Таиланд. А тема будет бюрократия. Так ли легко сделать те самые физические бумаги, о которых часто мы с вами задумываемся, или сложно, мы узнаем как раз у наших экспертов. Первая на очереди Швеция, и мы встречаем нашего эксперта. Юлия Антонова Андерсон, переводчик, преподаватель шведского языка. Швеция, как я уже сказала. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Юлия, тема бюрократия и даже, знаете, как говорят, девять кругов тех самых известных. Скажите, какие сложности с получением документов? Вот всё, что касается бюрократии. Опишите нам вкратце, как там. Да, я бы сказала, что Швеция – это, наверное, та страна, которая лидирует, что ли, по количеству бюрократов. И, в принципе, если мы рождены в Швеции, то бюрократия для нас не представляет никаких проблем, потому что с самого рождения нам присваивается так называемый персональный номер, по которому затем нам выдают все возможные документы. И этот персональный номер мы указываем везде для того, чтобы оформить какую-нибудь скидочную карту, например, в магазине, чтобы получить права, чтобы заплатить налоги. В общем, во всех местах нам нужен этот персональный номер. Для человека, который в Швеции переезжает, первая проблема, которая встаёт, это получение вот этого самого персонального номера. Для этого нужно где-то зарегистрироваться и потом уже подаваться на этот номер. А где ты это где? В основной квартире, которую там, например, планируешь арендовать? У друзей, у знакомых? То есть без этого номера вы ничего не сможете сделать вообще. То есть вы здесь не человек, вы даже не можете открыть, например, личный счёт в банке. Вы придёте в банк со своим миллионом, скажете, возьмите. А банк вам скажет, нет, извините. А с чего следует начинать тогда? Какой первый этап, вот, ну, например, для туриста, который приехал? Получение персонального номера. То есть вы сюда приезжаете, вы здесь регистрируетесь по адресу проживания и дальше подаёте документы на получение вот этого самого персонального номера. В принципе, возможен вариант получения временного персонального номера, но это тоже история небыстрая. То есть, ну, в среднем, я бы сказала, уходит на это от двух-трёх месяцев. Ну, я бы сказала, если за два месяца вам дали персональный номер, это вам очень повезло. Некоторые ждут по полгода. После этого вы уже идёте открывать счёт в банке. В банке вам дают, ну, ещё так называемые мобильные приложения для банка, через которые вы уже потом можете контролировать свои средства, вы можете проводить какие-то платежи. Но, опять-таки, пока у вас нет счёта в банке, а счёт в банке — это тоже, знаете, такая история. Мне лично, например, открывали полгода. Причём никто ничего не знает, все друг друга посылают, перепосылают к каким-то другим лицам, которые должны знать. И вот самая интересная история была, когда открывали счёт в банке, мне сказали по закону вообще 10 дней на рассмотрение документов и на получение ответа, как минимум, готовы в банке открыть счёт для меня или нет. И когда в итоге прошло уже пару месяцев, я обратилась в банк и говорю, ну, друзья, по закону 10 дней. Мне была сказана очень интересная фраза. Да, по закону так, но мы на самом деле толкуем закон немножко по-другому. То есть 10 дней с момента того, как мы получили все бумажки. А бумажки, надо понимать, мы посылаем по почте. Причём не по электронной, а по старой доброй бумажной почте. То есть все мои личные данные, номер моего счёта, допустим, предыдущего места жительства. Всё это я кладу в конвертик и посылаю в банк. При этом у нас постоянно существуют, постоянно поднимаются вопросы секретности, защиты личных данных, и этому уделяется очень большое внимание. И, например, получить доступ к какой-то личной информации, условно, кто занимается моим делом в миграционном ведомстве, вплоть до последнего момента я не могу, потому что всё это засекречено, засекречено, у них там своя какая-то внутренняя кухня. И здесь вот при этом, знаете, вот такая вот, казалось бы, вещь, да? Взял конвертик любой желающий, его вскрыл и прочитал всё обо мне. Имя, фамилия, этот личный номер, все мои персональные данные получил. Вообще без проблем. Вот так вот. А электронно зарегистрироваться нельзя или получить какую-то справку? Нет, опять, смотрите, если вы швед, то вы, в принципе, можете делать всё потом уже в электронном виде. Но вот этот вот самый первый этап для иммигранта, когда вы должны получить личный персональный номер, что-то типа нашего паспорта, то есть наши паспортные данные, потом вот открыть счёт в банке, вот пока вы вот этого не сделаете, вы дальше двигаться не можете. У нас также, знаете, замкнутый круг, например, приходишь устраиваться на работу, они с вас спрашивают номер вашего счёта. Приходишь в банк, говоришь, товарищи, мне предлагают работу, вот уже есть контракт, мне нужно открыть у вас счёт. Юлия! Вы знаете, нет, давайте вот вы сначала уже начните работать, и когда уже вам придёт зарплата, непонятно куда, потому что от наличных мы стараемся отказаться, да, вот тогда мы поговорим об открытии счёта. И вот такой вот замкнутый круг, и на самом деле очень у многих мигрантов опускаются руки именно вот из-за такого жуткого бюрократического процесса. Всё затягивает. По тому же, например, принятие решения о видеоножительстве, потом гражданстве. Здесь вообще сроки очень много. Но это всё-таки отдельная тема мигрантов. Юля, а вот то, что касается непосредственно жителей, коренных абсолютно, которые имеют гражданство и не имеют вот этой вот дополнительной балакеты, как устроиться в садик, продать жильё? Вот здесь есть какие-то особенности бюрократического вот того самого аппарата, которые, можно сказать, специфичны? Безусловно, есть, но они упрощаются для жителей страны, потому что у них есть вот эти все первоначальные, вот этот первоначальный набор, да, с личным номером, со счётом в банке. У них это есть. И потом, в принципе, достаточно много чего можно сделать онлайн. Но вот, например, такого сервиса, как наше МФЦ, чтобы всё было в одном месте, и ты все бумажки, все вопросы мог решить электронно, такого нет. То есть очень часто приходится всё равно куда-то идти ногами, ну вот в тот же банк. Но, например, опять, если говорить о банке, если я решу перенести свой счёт в другой банк, то здесь вот, например, мне уже не надо будет идти в банк старый, где у меня сейчас хранятся деньги, и потом с этими деньгами идти в новый банк. То есть я тогда прихожу в новый банк, просто говорю ему, вот, друзья, я хотела открыть у вас счёт, и мой новый банк сообщит каким-то образом моему старому банку о том, что у меня есть счёт в новом банке. И уже автоматически происходит закрытие счёта в старом банке, ну опять, если мне это надо. А вот школа, детский сад, вот какие справки, как это всё долго, за какой конкретный промежуток времени нужно ко всему к этому готовиться? Знаете, здесь очень многое зависит от города и от муниципалитета, в котором человек проживает. Потому что где-то это решается быстро, где-то это решается долго. Со справками тоже, знаете, вот, например, справки, безусловно, нужны там о каких-то прививках, например, когда ребёнок идёт в школу, вернее, в детский сад. Но бывают очень часто случаи, когда, допустим, ребёнок заболевает, ему нужна справка о том, что он не заразен для окружающих, ну допустим, что у него не ветрянка. Но врачи эту справку нам не дадут, потому что врачи говорят, ну мы вашего ребёнка осмотрели, мы не считаем, что у него ветрянка. Детский сад при этом говорит, а мы всё-таки не уверены, что у ребёнка не ветрянка, поэтому не могли бы вы нам принести справку, чтобы мы ребёнка пустили в сад. И когда мы приходим к врачу с этим вопросом, врач нам, мило улыбаясь, отвечает, что вы знаете, вообще в детский сад вас не имеют права не пустить, потому что я как врач считаю, что это не заразно. Ну хорошо, дайте мне какую-то справку. Что не заразно. Нет, справок мы по этому поводу не выдаём. Мы просто решили, что это не заразно, потому что если бы это было заразно, мы бы справку вам выдали. То есть вот такой подход. Да, действительно, несколько кругов того самого неприятного места, про которое следует говорить. Спасибо, Юлия. Мы двигаемся дальше. Италия Лия Зефирова, архитектор, с нами на связи. Лия, добрый, добрый день. Очень добрый, очень добрый день, Таня. Я практически в тренировке вот к вам сразу бегу, бегом, чтобы рассказать вам о том, как же это всё здесь работает. Я думаю, Лия, вы расскажете много интересных фактов про бюрократическую систему Италии и каково оно там. Ну, смотрите, начнём, как я всегда люблю, от общего к частному. Я, естественно, прежде чем работать на какую-то тему, то есть я опираюсь не только на мои личные знания и на мой личный опыт, но также стараюсь подсмотреть какие-нибудь статички, которые мне что-нибудь ещё новое, ещё и приоткроют. И я посмотрела, значит, как работает вообще в Италии. Оказалось, что Европейский Союз в каждой стране, которая находится, собственно говоря, в Союзе, определённое количество времени, то есть раз в 5 лет, например, раз в 3 года или там в 7 лет по-разному, выделяет определённые средства. Мы сейчас говорим о приличном количестве миллиардов, и вот, например, кстати, вот сейчас уже с самого начала будет понятно, что что-то там не так. Фактически в Италии лет 5 назад выделили в одной статье было написано 220 миллиардов, в другой статье было написано 191 миллиард, в третьей было написано 173. Ну, в общем, для чего эти деньги? Эти деньги выделяются на помощь в разных областях, соответственно, в разных секторах жизнедеятельности, в том числе на борьбу с бюрократией. И вот здесь как раз, по-моему, я усмотрела, кроется интересный факт, потому что как же так? Почему разные источники сообщают мне разные цифры, которые Европейский Союз выделил в Италии для этого хозяйства? Из чего я делаю вывод, что всё-таки бюрократия и коррупция, это мы с Тамарой, как говорится, да? Ну, не будем углубляться. Это уж такие детали, которые, в общем, можно говорить бесконечно. Так вот, оказывается, Европейский Союз выделяет деньги на борьбу с бюрократией. И в целом, если мы должны проследить, скажем, ход истории за последние 10 дней, я с удивлением должна признать, конечно, хотя я могу об этом не признать, но я признаю, что действительно вот эти вот волокиты бюрократические, они становятся, то есть они уменьшаются, то есть они в любом случае есть, но они остаются. Единственное, что здесь важно отметить, что обычно это связано исключительно с государственным сектором, то есть любая человеческая деятельность, которая касается каким-либо образом государственных структур, работы с ними и очень тесного взаимодействия, вот там начинается веселье. А если мы будем говорить, как вы говорили, да, вот садики, там, школы, в принципе, здесь нет такой проблемы. То есть у меня ребёнок и пошёл в сад практически автоматически, потому что после его рождения данные о нём поступают там во все органы, и мне, в принципе, предоставляется место автоматически. То же самое касается начальной школы. Дальше, поскольку в Италии система немножко и другая, и поэтому среднюю школу дети выбирают отдельно, и тоже касается уже и высшей, ну, то есть средней школы, да, вот, но в этом плане проблем я не замечаю особенно. Вот, если мы должны говорить вот о таких моментах, вот это личные примеры сейчас пойдут, да, что касается государственной структуры. Как-то я грешным делом закончилась у меня дата внутреннего паспорта. У нас это называется карта идентита. То есть это вот внутренний паспорт, с которым можно, в принципе, и по Европейскому Союзу совершенно спокойно летать на самолёте, и внешний паспорт, который позволяет уехать из-за других стран. И вот эта карта идентита у меня срок закончился. Прихожу я в коммуну, потому что делается это в обычном муниципалитете. Мне говорят, вы знаете, вы на сайте найдёте адрес почты, вы отправьте туда все данные и ждите. Я говорю, ну, хоть вы мне скажите, сколько времени ждать, ну, хоть мне понимать-то. Он говорит, ждите, всё придёт. Я, естественно, как нормальный человек, что сказали мне, там это делаю. Январь, февраль, март, апрель, май. Я задаюсь вопросом, думаю, как же так? При этом тебе не приходит никакого подтверждения, что мейл с твоими документами был получен. Я, естественно, теми же ногами отправляюсь в муниципалитет, говорю, слушайте, ну, тут такое дело, я, в общем-то, пять месяцев прошу, я жду. Они говорят, а куда отсылать-то? Я говорю, ну, вот там, тётя-луиза.ком, допустим. Он говорит, ой, да вы что, его не существует давно уже? Надо же на другое отсылать. Я говорю, очень интересно. То есть это ещё пять месяцев мне надо подождать? Ну, после этого, в благополучном случае, я хочу сказать, внутреннего паспорта у меня до сих пор нет. Я просто сказала, что делать я этого больше не буду. И я живу с внешним, который, в общем-то, успешно удостоверяет мою личность. То есть в бюрократии прибавляется ещё и некая неосведомлённость. Вот эту вот информацию, которую тоже трудно конкретную получить, правильно? И где её взять, тоже непонятно. Она знаете, откуда идёт? Да, она знаете, откуда идёт? Мы всё время здесь говорим, то есть есть такая поговорка, по-итальянски звучит, «С яму и Ниталия сайку мэ», что в переводе означает. Мы же в Италии, ты же знаешь, как это всё работает. Вот, то есть получается, что люди... Чем отличаются принципиально государственные структуры от частных? Государственные структуры получают заработную плату независимо. от количества сделанной работы. И даже независимо от времени, на которое они на работе находятся. Скажите мне, пожалуйста, человек, ну, скажем, назовём ему нормальный, если у него зарплата гарантирована в определённых каких-то там... То есть она будет не меньше, чем. Ну зачем же ему напрягаться? Собственно говоря, здесь всё и кроется. Есть совершенно потрясающая вещь, вот это, кстати, последние, наверное, лет пять, и она действительно потрясающая, как идея, которая исходила из государства. Государство решило помочь, так сказать, своим гражданам, и сказали, вы хотите отремонтировать свой дом, ну, естественно, мы говорим о собственности, да, у вас там там крыша течёт, полы надо менять, там, я не знаю, что, оконные рамы. Мы вам поможем. И мы полностью заплатим вам за этот ремонт, потому что есть такая инициатива поддержать, значит, население. Но что получается? Я знаю семьи лично, которые решили воспользоваться этой инициативой. Третий год они живут в съёмных квартирах, причём они их снимают, там, им говорят, через шесть месяцев всё будет готово, вы увидите. Они снимают квартиру, несчастные, через шесть месяцев, дверь, в эти сказки. Через шесть месяцев говорят, ой, вы знаете, Марио не подписал бумагу в прошлом месяце, мы не можем сейчас подписать вам соглашение на то, чтобы вы переехали. И эта ситуация длится, при том, что в течение этих месяцев, когда несчастные проживают в снятой квартире, появляются новые законы, которые говорят, вам ещё бы бумажечку здесь вот эту вот достать, документик подтвердить, надо бы походатайствовать. И несчастные люди вот уже четыре года ждут, когда им отремонтирует государство дом. Вопрос, а может быть, всё-таки тогда заплатить за него самостоятельно и спокойно организовать свою жизнь и не связываться уже с этими проблемами? То есть получается, что тебе как бы вроде как идут навстречу, да, говорят, мы тебе поможем. Модж потом прибавляется. Очень быстро и много, и ты не знаешь вообще, что с этим делать. И вот так, к сожалению, в нашей стране у нас живётся. Ну и, конечно, если мы будем говорить о эмигрантах, да, вот я слышала, Юля кусочек рассказывала, да, им приходится хуже всего, потому что система оформления документов для въезжающих в страну, она, к сожалению, там нужно идти на почту, отстоять там очередь. А почты, это, по-моему, во всех мультфильмах показывают, как почты работают, да. Вот почтовые работники, это вот они, я не помню, Мадагаскар какой-то, не помню, какой-то мультик был чудесный, в котором, знаете, вот вас здесь не стояло. Это именно такая почта. Ой, кошмар. Вот эти несчастные, несчастные там люди, которые хотят работать, им нужно работать, у них она есть работа, им говорят, вы только подтвердите нам, пожалуйста, вот принесите вам документ. И они там стоят на этих почтах, чтобы этот документ ушел куда-то, почта, бьются с Аказией, вот, и да, отправить, и чтобы потом это все пришло назад. Ну, в общем, в этом плане, конечно, ситуация кошмарная. Я, наверное, сегодня очень много говорю. Нет, замечательно, интересно. Еще раз, мои вот эти вот домыслы подтвердились о том, что в Европе действительно бюрократическая система вот такая вот непростая, надо сказать, что там есть определенные сложности и трудности. Спасибо, Алия. А мы летим дальше. Израиль. Израиль. Анна Майбродская, филолог. И сегодня Израиль с нами первый раз. Здравствуйте, Анна. Я вас приветствую. Насколько сложности в бюрократической системе? Сложно ли устроить ребенка в сад, в школу, получить какую-то справку? Как это происходит? Есть ли электронная система или ее нет? Расскажите нам. Самое сложное, как ни странно, еще до въезда в страну получается, когда ты пытаешься подтвердить свои еврейские корни, тебе нужно собрать огромное количество документов, показать фресилу, чтобы получить вот эту вот визу репатриантную. Ты получаешь визу, но перед этим собираешь кучу всего, кучу бумаг. Многие из них на самом деле формальные, то есть они не имеют такого значения, но при этом ты собираешь, собираешь, получаешь, и когда приезжаешь в страну уже с такой сильной бюрократией, ну, по крайней мере, на мой взгляд, по моему опыту, не странно, То есть в самой стране... те наши эксперты говорят немножечко о своих трудностях. Есть какие-то, ну, да, конечно, документы, когда, вот, допустим, в садик я ребенка устраивала, там, знаете, нужно просто там какие-то базовые вещи, там, паспорт, его вот, ну, паспорт родителей. Паспорт родителей? Паспорт родителей? Или у ребенка тоже у маленького уже есть паспорт в Израиле? Просто, может, наши зрители не знают? Какая там система? У ребенка в целом там нету, там, как получается, у ребенка есть Даркон, так называемый, это паспорт, который удостоверяет его личность за границей. Вот, то есть именно сказать, что в Израиле, вот, внутри Израиля у него нету никаких документов, то есть он вписан просто в наши. Ну, логично, я думаю, может быть, какая-то новая система. А в целом все-таки больше вот такая вот уже современная система каких-то там подачи справок, отправления, может быть, каких-то квитанций, получения каких-то документов, или же все-таки какой-то старин, по старинке вот пришел на почту, заполнил, отправил, ждешь. Есть ли какие-то сроки, вот, установленные законом точные? Ну, вы знаете, вот именно получение документов, оно долгое, но чтобы получить документы не нужно много бумаг приносить, нужно вот по списку, в принципе, как вот по опыту других людей, вот я общаюсь, как они говорят, в принципе, так и есть. И просто единственное, что ты довольно долго ждешь получения там внутреннего паспорта, и паспорта там, который, вот, да, он, который удостоверяет, ну, который дает тебе право вообще за границу выезжать. Хорошо, но вот эти сложности, которые вы для себя уже прошли, вас признали гражданкой, вы все это получили. Сейчас система достаточно лояльная по отношению к вам, и уже не такие сложности с получением каких-то документов? Или все-таки продолжается бюрократия? Нет, я бы сказала, что довольно лояльно. То есть, Израиль в этом смысле не ставит каких-то преград для того, чтобы ты что-то там, хочешь получить, ты это получаешь. И единственное, тебе нужно быть готовым к срокам большим, но вот именно даже есть, знаете, аналог госуслуг, и там вообще это быстро, то есть, там посредством онлайн ты получаешь все, ну, не нужно тебе никуда ездить, там начинаются очереди, вот так. Понятно. Спасибо, Анна, с нами был Израиль, а мы отправляемся прямиком в Австралию. Австралия, Елена Лис, Ели Стратова, блогер, астролог. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Мы говорим сегодня про бюрократию, о том, как сложно получить какие-либо документы, устроить ребенка в сад, в школу, может быть, продать недвижимость, получить любого рода документы. В чем сложность основная, есть ли оснащенная, вот такая уже электронная система получения всех документов, или же приходится действовать по такой уже, знаете, старой проверенной доброй системе почтовых отделений. Расскажите, пожалуйста, все про бюрократию. На самом деле, в Бюрокрале здесь все сделано очень комфортно для людей. Хотя, есть очень длинные сроки ожидания, нужны многие документы, то есть это все очень строго. Но у меня, как у жителя Австралии, здесь 6 лет, у меня всегда, как-то все проходило очень... То есть, наверное, мы в России очень-таки ответственные, мы готовимся заранее, приносим все документы, и если ты готов, то нет никаких проблем. Все делается электронно, везде очень легко подать всякие заявки, то есть это все делается очень элементарно в моем телефоне, то есть вплоть до того, что можно сдать налоговый отчет в телефоне. Единственное, что я бы сказала, где есть для меня это основное, то есть это сфера здравоохранения. Здесь очень нужно ждать долго всех врачей, специалисты-то просто на расхват, ты должен записываться за, не знаю, за два месяца, все это очень долго, долго по времени, но сама запись проходит легко. По поводу детских садов, тут нет детских садов как таковых, здесь есть, мы называем тут child care, то есть это аналог детского сада, но не с теми функциями, как в России, то есть здесь условно ты приводишь ребенка, его, да, за ним ухаживают, ему, если нужно, меняют подгузник, потому что там детки очень с маленького возраста, но туда нужно записываться уже примерно, когда у тебя ребенку пять месяцев, то есть ты должен знать, ты должен дать знать заранее, чтобы тебе государство посубсидировало на этот child care, ну, а если это пятный сад, если ты устраиваешься заранее, конечно, то есть как к четверти, то здесь вообще никаких проблем нет, было бы желание и возможность оплачивать. Как правило, коммерческие, а если коммерческие, то и бюрократическая система гораздо проще, да? Да, да. Ну, понятно, как и везде. Как и везде, а если вот продавать недвижимость, это сложно? Нужно ли какие-то определенные справки куда-то заполнять, рутинность, может быть, какая-то появляется, или же тоже очень просто, как вы сказали, в телефоне можно это как-то сделать? Кстати, нужны ли риэлторы в этом процессе обязательного характера? Да, то есть здесь делается через агента по недвижимости, ты обращаешься в агентство недвижимости, и тебе, да, то есть у каждого, тут не так, что за тобой закреплен агент, и он тебя везде возит, а вот ты, допустим, смотришь, какой-то дом или какой-то, допустим, район, он закреплен там за определенным агентом, вот ты к нему обращаешься, дом тебя устраивает, долгая только такая идентификация, то есть ты должен подтвердить свою личность, ты должен подтвердить платежеспособность, да, вот это занимает долго, а так, в принципе, нет никаких проблем, это, конечно, не в телефоне, то есть это сделка через муниципальные структуры, через банк, конечно, там все присутствует, но, опять же, то есть если ты делаешь заранее все, и ты подготовился, то тогда все пройдет очень даже хорошо. Но без риэлтора, без агента ты не можешь осуществить ни продажу, ни покупку, обязательный элемент, обязательная структура, это должен быть как раз агент по недвижимости, правильно? Если в России можно и без агента, то там обязательно звено такой тоже бюрократической системы. Да, но если, допустим, это новый дом, то существует даже офис продаж, то есть там как таково агент не нужен, водишь его офис, так у нас это тоже, наверное, Да, первичное жилье и вторичное, ну, первичное, это понятно, там, наверное, есть застройщик, который отвечает определенным штатным сотрудникам за продажи. А все-таки тогда, если подводить какой-то такой краткий итог, бюрократическая система в Австралии достаточно упрощенная, правильно, если можно многое решить и по телефону и отправить через персональный компьютер, поэтому здесь уже какие-то моменты можно сказать, гораздо. Можно? Добавлю один момент. у нас наиболее, на мой взгляд, бюрократическая сфера это виза. Вот здесь виза, да, то есть на получение визы в Австралию, на получение гражданства либо постоянного места жительства, здесь существует большая бюрократия. Ты можешь делать сам, но это будет сложнее. Ты можешь обратиться к агенту, это будет легче, но дороже в разы. И здесь, вот здесь может быть всё, что угодно. То есть ты можешь дать много лет, ты можешь доносить какие-то справки бесконечно. Вот здесь большая бюрократия. А это визы куда делают? В какие страны? Какие направления? Нет, я имею в виду, что если ты, допустим, из России хочешь попасть в Австралию, то есть из любой страны, если ты хочешь эмигрировать в Австралию, то это очень сложно, и это бюрократия, и это долгий процесс. А так, если, допустим, ты живёшь в Австралии, здесь везде есть посольство всех стран, и ты, ну, этот процесс, естественно, упрощён. То есть ты просто денёшь посольство. В Австралии всё гораздо проще. А для мигрантов, как правило, всё осложняется дополнительными бюрократическими системами. Это точно. Это везде, так это уже прям статистика. Мы уже просмотрели несколько стран, и там действительно всё так. Спасибо, Елена, это было интересно. Вот такая бюрократическая система в Австралии, а мы отправляемся в Таиланд. Таиланд, и по традиции наш постоянный эксперт Сергей Лето, искусствовед. Здравствуйте. Сергей. Здравствуйте, вечерняя Москва. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Россия. Ох, как заметила. Давайте я немножко историю расскажу. Дело в том, что предыдущий король, Адулиадет Пимон был, он правился с 1946 по 2016 год, он завоевал достаточно большой авторитет среди народа, и он очень сильно боролся с бюрократией. И в какой-то степени всё равно осталось. Нет стран, где нет бюрократии, понятное дело. То есть, может, Бутикан там, но у них там это просто называется индульгенцией. То есть, как бы, вот и всё. Взятки всё равно где-то как-то дают. А так, по большому счёту, здесь не очень бюрократическая страна, скажем так. По поводу поступления в школу, там, как это, получение образования. Здесь есть несколько систем образования, то есть, как бы, есть государственные школы бесплатные, но всё равно надо покупать как бы школьную форму. Вот. Причём, она, самое интересное, что не как у нас в Советском Союзе была, пошёл там, в магазине купил, а у каждой школы своя форма, там просто есть стандарты определённые, у девочек должна быть синяя юбка, белый верх, у мальчиков чёрный низ, белый верх. Вот. Но у каждой школы, если она платная школа, то просто дороже стоит. Никаких проблем... Это всё-таки не бюрократия, это больше правило непосредственно какого-то учебного заведения. А вот то, что касается бумажной волокиты, вы уже сказали, что всё в Таиланде не так сложно и действительно с этим боролись и на каком-то уже таком высоком достаточно уровне. А если брать Таиланд в целом, то есть ли какие-то особенности, может быть, в продаже недвижимости, в получении каких-то определённых справок квитанции, заполнения квитанции, отправления квитанции, сроки, может быть, какие-то, вот что-то, к чему-то можно придраться? Вот именно вот такой вот волокиты, получить документы, отдать, заполнить, и он не приходит, вот это вот что-то где-то. Можно в Таиланде? Нет, это скорее здесь, наверное, проблема не с бюрократией, а с динамикой тайской жизни, то есть как бы они достаточно как бы расслабленные, то есть как бы они спокойно, иногда забывают про оформление каких-то документов и так далее, но бюрократии в получении документов на квартиру и так далее здесь нету. Здесь нету такого понятия, как ЖКХ, у вас просто есть контракт, вы покупаете квартиру, и там у вас есть оплата электроэнергии, то есть как бы водоснабжение, ну если есть бассейн, вы должны скидываться за бассейн и за платную охраняемую парковку, грубо говоря, да, то есть у меня там квартира там с охраняемой парковкой, вот, а так вообще никаких вот таких прям каких-то проволочек, ничего нету абсолютно. Хорошо, тогда подойду с другой стороны. Все ли компьютеризировано или остается бумажная волокита, которую нужно заполнить физически на бумаге и куда-то отправить? Или можно это сделать с персонального компьютера в своем телефоне, где-то на, может быть, в каком-то центре, где все есть электронное, и электронные услуги действуют очень быстро и качественно? Как происходит в Таиланде? Некоторые люди думают, что Таиланд это какая-то папуазская страна, на самом деле, это развитое государство абсолютно. Я могу сказать, что мобильные телефоны здесь появились быстрее, чем в России, наверное. Здесь все компьютеризировано, все абсолютно можно сделать по интернету, то есть оплата приходит каких-то счетов и так далее, это все приходит вам на ваши сайты и так далее. Здесь нет такого, чтобы какие-то бумаги заполнять и так далее. По поводу виз. Вот здесь как раз есть небольшая волокита, то есть как бы коррупция. Дело в том, что многие хотят дольше пожить в Таиланде, чем позволяет виза. Поэтому есть некоторые системы обхода законов, скажем так, когда ездят, получают визы, платят небольшие взяточки, то есть такое есть. Взятки вот везде, где есть бюрократия, то есть и какая-то коррупция. И коррупция поддерживает бюрократия, а бюрократия поддерживает коррупцию. Коррупция тоже отмечает в Таиланде свое присутствие? Или же с ними тоже борются? У них они борются с этим абсолютно четко. Вот глядите, сейчас я вам расскажу одну историю. На Пхукете один из чиновников продал землю в частную собственность, под строительство отеля. А земля оказалась, что это земля национального парка. И буквально они даже не успели завезти строительные материалы, их тут же связали. То есть не дали построить и потом видеть веревки из этих предприимчивых людей, а сразу же просто не дали ничего сделать. Они борются с коррупцией очень серьезно. С такими незаконными сделками и так далее они борются. Тем более сейчас у нас новый премьер-министр избран. И этот человек всегда боролся не он сам, а его семья. То есть они всегда боролись с коррупцией и поэтому тут коррупции практически не существует. Чудесное место Таиланд. О чем можно еще говорить? Хочется туда переехать? Я вас жду в гости всех. Отлично. Это мечта, мечта, чтобы можно было беспрепятственно путешествовать в любой уголок мира и чтобы все у всех было хорошо. С нами был Сергей Лето, это был Таиланд. Дорогие друзья, какие выводы мы с вами можем сделать? Во-первых, бюрократия есть везде, в той или иной степени, в большей или меньшей. Если она в Европе, как нам часто говорят, вы знаете, в Европе колоссальная бюрократия. Наши эксперты подтвердили, что действительно такое есть. Но есть уголки, например, как Таиланд, где бюрократическая система очень строгая и с коррупцией борется. И действительно можно найти определенные уголки и определенные места на планете, где очень важно вот это вот, наверное, убрать волокиту и не стать тем самым винтиком в ужасной бюрократической системе. А что я желаю нам с вами, дорогие друзья, чтобы как можно меньше времени мы теряли на все эти бюрократические моменты, и чтобы жизнь, конечно, была не осложнена. Ну что же, это была вечерняя Москва, перекличка Столиц, тема бюрократии. С вами была я, Татьяна Сергеева, и я желаю вам всего доброго. До свидания. До свидания.